Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами говорим про очередное обновление Poco лаунчера. Ведь многие в комментариях всегда пишут, что вот системная оболочка или же рабочий стол постоянно выходит для смартфонов Xiaomi и Redmi, а смартфоны Poco, ну, немножечко так обделяют. Разработчики выпускают очередную HyperOS 2 для смартфона Poco, откуда удалось вытащить уже более стабильную версию Poco лаунчера. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. У нас сегодня подопытным выступает смартфон Poco F6. Понятное дело, что на его месте может быть любое актуальное устройство Poco, но важно с каким моментом. Должна быть HyperOS и Android 14. То есть, допустим, на MIUI 14, на MIUI 13, на Poco X3, на FC, Poco X3 Pro вы всю эту тему уже не поставите. Чем вообще характерна новая версия из HyperOS 2? Она стабильнее, отзывчивее, исправлены проблемы, которые были в первой версии, ну и давайте с вами рассматривать. Сразу давайте начнем с рабочего стола. Вы сейчас можете заметить, что тут у нас значки теперь не супер маленькие какие-то и их хотя бы можно разглядеть. То есть, по сравнению с прошлой версией разработчики сделали следующее. Мы с вами идем в рабочий стол, далее сетка рабочего стола и у нас теперь есть два рабочих вида. Это стандартная и плотная. Если же смотреть на системную оболочку, там в принципе три стиля добавляются, но я думаю, что и для Poco лаунчера в будущем добавят третий стиль. Так что, если вас напрягала история, которая была в плане плотного расположения ярлыков на рабочем столе, в новой же версии добавляется режим стандартный, что очень приятно. Далее, что еще из интересного, это конечно же у нас обновленные анимации, во-первых, переходы в редактор рабочего стола. Тут вы можете заметить определенные квадратики, в которые вы можете перенести то или иное приложение. То есть, вам сама система будет показывать, какое место свободное и куда все это дело можно перенести. Кроме этого, еще улучшают работу папок. Но, кстати говоря, есть какой момент, что не на всех устройствах будет еще проявляться размытие в самих папках. То есть, условно говоря, вот я захожу в папку и далее вы можете заметить определенное размытие. То есть, в зависимости от смартфона, в зависимости от его ценника и сегмента, это размытие будет проявляться. Да, вы мне можете сказать, что это все дело можно прикрутить с помощью SetEdit, Abrivent и так далее. Это, конечно, да. Но по умолчанию у нас вот как бы добавляется такая тема. По открытию самих приложений в целом и в общем я хочу отметить следующее. Что работает все очень быстро, все работает. Ну, именно то, как я нажимаю и оно открывается, соответственно. Переход между приложениями также не заставляет себя ждать. И он, конечно же, улучшенный по сравнению с прошлой версией рабочего стола, ну или же Пока-лаунчера. Да, хочется, чтобы все и сразу разработчики делали. Хочется, чтобы с первого раза, в принципе, они давали более стабильный продукт. Но, увы и ах, тут, как вы понимаете, все от них зависеть не будет. Конечно же, таким большим нюансом всего этого Пока-лаунчера и вообще, в принципе, новой версии является то, что по умолчанию у нас нет никакой анимации ярлыков на рабочем столе. Для тех, кто любит настройки, в принципе, рабочих столов, то тут мы с вами найдем следующее. Если ваше устройство поддерживает минус первый экран, у вас, соответственно, лента виджетов будет добавляться, ну или же нет. Далее, по сетке рабочего стола я вам рассказал. И по всему остальному, как расположение объектов в недавних, вертикально-горизонтально, ничего нового нет. Хотя, кстати говоря, очень хочется увидеть третий стиль, а именно то, как это реализовано в iOS. Помнится мне, когда-то разработчики, вот, ну, в середине, может быть, года, может, где-то в апреле месяце делали опрос, мол, хотите ли вы видеть третий стиль? Все бы, конечно же, проголосовали, что хотят. Но знаете, как это обычно бывает, что наши мечты немножечко не совпадают с реальностью. И также, для тех, кому интересна версия рабочего стола, это 5.39.31.10.317. Так что вы можете ее себе скачивать, устанавливать и пользоваться. Но всегда рекомендую, перед тем, как, в принципе, что-то устанавливать, сделать следующее. Зайти в раздел о телефоне, далее резервирование и восстановление мобильного устройства и выполнить резервную копию вашего рабочего стола. Для того, чтобы, если вам, к примеру, версия не понравится, вы могли, условно, безболезненно откатиться назад и восстановить все расположения ярлыков на рабочем столе. Как и всегда, всю эту тему можно скачать в нашем телеграм-канале. В телеграме вас будет ожидать, конечно же, актуальная версия, которую я вам показал в этом видеоролике. А также будет вас еще ожидать такая откатная версия 8144, которая, по моему мнению, для смартфонов Poco является лучшей на сегодняшний день. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.